Предоставление первого праздного места, оказание материальной допомоги и обеспечение жильем – это только некоторые пытания, которые традиционно разглядываются на республиканском семинаре «Лес, молодь, будущее». Все лета он проходит в Гомельской области. Тут есть, что показать молодым специалистам. Хоть не меньше важно для их и мягчимость особистой встречи с министром лесной господарки, подчас якою можно выказать свои пропановы. Потому что полученных в высших и средних специальных установах ведом не за все додастатково для практичной работы. Любой молодой специалист сталкивается с одной из единственных проблем в любой отрасли – это применение тех знаний, полученных в университете, применение их на практике. Также в университетах мало учат документы обороту, их оформлению, то есть введение этой документации. Этому пришлось обучаться уже на практике, на самом производстве, принимать опыт у старших специалистов. Все лета работниками лесной господарки стали каля 300 молодых специалистов. У глиновой министерстве означает, что частка за их в ближайший час будет призвана в Узбройные Силы. Некто после обовязковой отпрацовки знайдзе иншую працу. Али, как свечить практика, каля 90% молодых специалистов застанутся у глине. А таму их практичной подрыхтовцы повышенная увага. Урешті выники работы залежать пер за усе от профессионализму кадров. Сюня сирот основных на керунках деянности лесной глины, выросшивание новых лесов, нарыхтовка и перопроцовка драунины, реализация продукции у тымлику и на экспорт. У нас есть в стране древесный ресурс, надо эффективно использовать. Эти цели построены в предприятиях концерна «Беллес Бумпром», которые уже вводятся в эксплуатацию и будут подносить доход большой нашей стране, валютной выручки и в целом налоговых поступлениях. Олег Сентюров, Ольга Вальченко, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель».